Букинформ Продолжение следует... Продолжение следует... А за счет этих факторов росла заработная плата людей, повышался уровень жизни населения. Это ведь так важно, чтобы люди белорусские, брещане, жили достойно. О самых важных и главных событиях брещены промышленной вам напомнит Анастасия Стропко. Брестская область – край трудолюбивых людей. Именно они – главное достояние и основной ресурс всех успехов и достижений региона. Им по плечу покорение любой вершины. Глобализация мировых рынков обуславливает повышение уровня конкуренции среди производителей. Для того, чтобы быть востребованным товару, недостаточно просто привлекательной цены или высокого качества. Необходимо развитие целого спектра качеств, которые позволят не только удовлетворять запросы постоянных клиентов, но и постоянно находить новых покупателей и потребителей товаров и услуг. Помочь в нелегком деле конкурентной борьбы может только обновление и усовершенствование техническое и технологическое переоснащение как производственных цехов, так и специалистов, занятых на всех этапах работы. В Брестской области 1230 предприятий всех отраслей народного хозяйства вовлечены в процесс модернизации. Модернизация идет и без ее невозможно. Без ее невозможно потом экономически и эффективно работать. Тем более при едином экономическом пространстве, которое у нас есть с Россией и с Казахстаном, а Россия без пяти минут, она уже как раз находится в Европейском Союзе. И вот нам придется уже конкурировать в связи с этим, именно с предприятиями Европы. А там эффективность, я об этом говорил сегодня и работникам Беловеска, намного выше. Брещино – аграрный регион. Именно поэтому развитие сельскохозяйственных предприятий – одно из основных направлений глобальной модернизации комплексов. Увеличение производственных мощностей, автоматизация и оптимизация трудовых ресурсов, уменьшение потерь при переработке – именно эти меры усовершенствования дают хороший результат на выходе. Но останавливаться на достигнутом – значит сделать шаг в обратном направлении, чего наши аграрии и промышленники, привыкшие работать и зарабатывать, безусловно, не хотят. Из этого следует, что мероприятия по модификации СПК и других производств будут продолжаться. В 2014 году планируется завершить строительство нового сельскохозяйственного комплекса в Жабинковском кормом заводе, который строится. Но я уже тут не завершить, а он должен в будущем году уже, в крайнем случае, в начале второго полугода давать продукцию. В зимний период будет усилен контроль за технологией производства молока и мяса, чтобы уже в будущем году увеличить производство животнорческой продукции не менее чем на 5%. В целом же по сельхозотраси, как я уже говорил, темп просто должен быть не менее трог. Дорогу осилит идущий. Наверное, именно эту фразу в качестве девиза могло бы взять такое предприятие Берестейщины, как агропродукт, которое находится в Каменецком районе. На начало января запланировано введение этой организации в эксплуатацию нового завода по комплексной переработке масленичных культур. После полного запуска промышленный гигант станет одним из лидеров области производства масел и широта среди предприятий Белоруссии. Инвестиционный проект модернизации предприятий в денежном эквиваленте в итоге составил около 10 миллионов евро. Но результат стоит таких денег, если ранее. При обычной переработке в семенах оставалось до 10% масла, то при комплексной – менее процента. При этом в сутки в цехах будут перерабатываться до 500 тонн рапса. А это немалые деньги. Вывод очевиден. Мы не стоим на месте и есть понимание, что надо двигаться вперед. Старое оборудование, которое уже изношено, уже не отвечает тем функциям, которые мы хотим иметь. Поэтому строящийся завод позволит переработать более качественно, получать продукт, который пользовался не только в Белоруссии, но и в Европе. В уходящем году был дан старт и масштабному инвестиционному проекту компании «Савушкин продукт» – предприятие, которое в отдельном представлении не нуждается. Продукцию этого концерна знают и любят не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Спрос рождает предложение и сегодня, чтобы удовлетворить запросы потребителей в полном объеме, четырех имеющихся в распоряжении организаций специализированных производственных площадок явно недостаточно. В апреле 2013 на церемонии закладки символической капсулы в основании фундамента нового завода генеральный директор открытого акционерного общества «Савушкин продукт» Александр Савчис подчеркнул, что наращивание мощностей направлено на решение задачи, которая стоит перед компанией, регионом и всей республикой – увеличение экспортных поставок. Расстроен, значит, думаем жить сегодня и думаем жить завтра. И однозначно говорю, что «Савушкин продукт» и должен развиваться, потому что мы знаем, что нас любят. Это видно по выбору года, где мы на самом деле достойные места заняли из 13-12 первых мест по всем продуктам практически. Поэтому я думаю, что мы должны, не то что должны, а обязаны кормить людей нормальной здоровой пищей. Большой резонанс в стране в конце уходящего года вызвали события, связанные с деревообрабатывающими предприятиями. Созданная по поручению главы государства межведомственная рабочая группа по проверке хода модернизации на производственных площадках в этой отрасли посетила и Ивацевич Древ. Еще в прошлом году, по словам Александра Лукашенко, на старом заводе предприятия царил производственный хаос. Сегодня в бытовых помещениях и цехах наведен идеальный порядок. Кроме того, предприятие Ивацевич Древ первым из деревообрабатывающих в стране закончило реконструкцию. Для того, чтобы в условиях жесткой конкуренции акционерное общество оставалось на плаву, руководство планирует и дальше внедрять новые технологические разработки, создать логистический центр, продолжить модернизацию производства на старом заводе, а также увеличить долю экспорта. Последнее возможно при переориентации рынков сбыта и одной из приоритетных направлений – Средняя Азия. Выйти на летабельность более высокую и объем прибыли, который должен быть в 5 месяц, на уровне 10 миллиардов рублей, что позволит нам рассчитываться по долговым обязательствам, которые сидели. Модернизация предприятий всех сфер народного хозяйства – одно из приоритетных направлений развития нашей страны. Применение новых технологий, освоение инновационных методик и обновление материально-технической базы – меры, которые необходимы для сохранения конкурентоспособности предприятий, а их внедрение – гарант стабильного развития в будущем. Это понимают и на малых фирмах, и на крупных заводах. Большинство руководителей уверены, что последовательное выполнение намеченных целей – путь к успеху, а потому на будущий год уже давно составлены планы и графики их выполнения. Хочется пожелать всем промышленникам Брещины выполнение намеченных целей и исполнение желаний. А в том, что это именно так и будет, сомневаться не приходится. Ведь трудно найти более трудолюбивых и талантливых людей, чем в Берестейском крае. С Новым годом! В эти последние предновогодние минуты Желаем вам здорового оптимизма и веры в лучшее. В любых жизненных ситуациях верьте в добро и надейтесь на завтрашний день. Под бой курантов загадайте желание, и пусть оно непременно исполнится. Пусть будут здоровы ваши дети. Пусть работа будет интересной и высокооплачиваемой. Пусть счастье поселится в ваших домах. С Новым годом! Всем Берестейцам, вы знаете, прежде всего это здоровье, конечно, потому что если нет здоровья, то ничего и не хочется. Ну и, наверное, пускай каждый решит для себя, что ему важнее, пожелает для себя этого. Ну а там уже пускай высшие силы им помогают. Будут люди работать, будут все иметь. Не будут, ничего не будет. Самое главное – здоровье. Больше само придет. Чтоб каждый день принесло только счастье, радость, красоту, все самое хорошее. Каждый день, чтобы просыпались, понимали, что они самые счастливые, здоровые. И чтобы их не огорчали родные, близкие люди. Что такое Новый год? Смолистая красавица-елка, запах мандаринов, бенгальские огни. А самое главное – то, что близкие люди собираются вместе и, кажется, еще никогда не было так уютно и хорошо. У нашей телекомпании также появились в этом году новые друзья, а это неоценимое приобретение. Талантливые, яркие, уникальные и неповторимые – они были героями не только наших новостных материалов, они – богатство нашего берестейского края. Именно их усилия делают наш регион цветущим и развивающимся, уверенно идущим к намеченным горизонтам. Виктория Драгобецкая накануне Нового года усердно выбирала топовых фигур 2013-го. Давайте узнаем, что у нее получилось. Наша страна по праву зовется краем аграрным. Летом поля переливаются золотом колосьев, а осенью ароматный каравай становится главным украшением стола. Заслуга того, что каждый из нас может насладиться неповторимым вкусом ржаного хлеба в труде аграриев. Поэтому почетное право возглавить дюжину ярких персон, оставивших свой значимый след в истории Бречены, принадлежит героям жатвы. По традиции лучшие комбайнеры и водители, агрономы и инженеры становятся главными героями дожинок – праздника землеробов республики, знаменующего завершение самой горячей поры в сельском хозяйстве. Благодаря их труду, любви к родной земле, урожай всегда богатый, а область живет и развивается. Главное, чтобы жена, дети дома ждали. Вот это самое главное. И здоровье. В первую очередь стремление, желание, ну и погода, и как комбайн подведет, чтобы не подавел. Театр начинается с гардероба, а город с вокзала. Открытие Брестского железнодорожного вокзала стало одним из самых ярких событий минувшего года. На обустройстве такого важного для Брестского региона объекта трудились строительные команды под руководством ДУ Бригадиров, настоящие на таков своего дела. И сегодня Василий Кислюк и Юрий Кухарчук могут по праву гордиться своей работой. Обновленное здание железнодорожного вокзала стало настоящим украшением города над Богом. А мысль о том, что гости Брестя будут любоваться областным центром уже с первых минут – истинная награда для зодчих главных врат города. Работается мне очень хорошо, потому что, если честно, люблю я строить. Потому что в действительности, то, что своими руками создаешь, ты это видишь каждый день. И, в принципе, видишь ту красоту, которую реально создаешь. Наша следующая героиня также принадлежит к числу демиургов. Заведующая пульмонологическим отделением Брестской центральной городской больницы Светлана Мартынюк, подобно часовщику, следит за движением хрупкого механизма здоровья своих пациентов. Редкое умение слышать и слушать больного, заряжать окружающих ее людей желанием творить добро – эти качества доктора покорили ее коллектив. В отличие от пульмонолога, Татьяна Яхнович держит в руках парикмахерские ножницы – инструмент, который хозяйка двух салонов и мама четырех детей взяла бы с собой даже на необитаемый остров. «Это моя жизнь, и никто лучше меня ее не проживет». Девиз героини, который помог ей идти к своей мечте и стать настоящим профессионалом своего дела. И сегодня ее детище – это то место, где рождается красота, где, глядя в зеркало, любой становится еще счастливее. И Татьяна желает каждому в новом году испытывать эти эмоции как можно чаще. «Как известно, красота спасет мир, поэтому хочется всем пожелать, чтобы все были красивые, счастливые, здоровые, влюбленные. И самое главное – это здоровье. Будет здоровье, будет красота». Кстати, Татьяна Ихнович обожает танцевать. В этом она похожа на директора детской хореографической школы искусств имени Погодина Елену Дронь. В этом году педагог получил благодарность от министра культуры Республики Беларусь Бориса Светлова. Сегодня Елена Александровна продолжает развивать танцевальную лексику своих учеников. Придать каждому движению свою эмоциональную окраску, свой неповторимый эстетический аромат. Главное призвание хореографа, желающего развить в каждом ребенке любовь к искусству танца. «Нужно быть очень чутким, нужно прислушиваться к каждому ребенку. Кто он, что он. Ведь каждый ребенок – это отдельная уже личность. В первую очередь у нас стоит на первом плане воспитательный процесс. Только через сердце, через душу ребенка его можно научить такому прекрасному виду искусства». Воспитанники Брестского музыкального колледжа имени Григория Ширмы, Евгений Наварко и Дарья Шупенько точно знают – танец без музыки, как небо без Бога. Десятилетний гитарист Женя ловко приручил сраптивую Евтерпу на международном конкурсе фестиваля юных исполнителей, стал лауреатом первой степени и оставил далеко позади более 300 конкурентов из Москвы. Юный маэстро еще раз доказал, что музыка – это единственный язык, который не требует перевода. Получительный диплом – бронзовая статуэтка легендарного музыканта Фредерика Шопена, денежная премия и огромный багаж ярких впечатлений. Трофей, который коллега Жени Наварко по музыкальному ремеслу Дарья Шупенько привезла с польского фестиваля. Когда пальцы девушки касаются клавиш, все остальное перестает существовать. Загадочную манеру письма эпохи Фредерика Шопена переняла еще одно юное дарование Полесье – Лена Дебиш. В этом году студентка филологического факультета написала свою первую книгу, которая уже успела завоевать сердца как детей, так и взрослых. Замки с привидениями, таинственные существа под кроватью, добрые феи с волшебными палочками. Персонажи рассказов молодого автора покоряют с первой страницы и переносят читателей в чарующий мир мистики и волшебства. Атмосферу подставит новогодний. Новогодняя атмосфера для меня – это всегда ожидание чуда. Как правило, перед Новым годом всегда только приходит вдохновение, всегда радость, море эмоций. Поэтому я пишу какие-то зарисовки, иногда пишу детские сказки, потому что хочется как-то выплеснуть эмоции, хочется поделиться с миром тем, что я чувствую. Рассказы Лены также необычны, как и ремесло Игоря Михальчука. Вольный ремесленник так увлекся историей нашего города, что впоследствии стал создателем ремесленной мастерской «Брестский монетный двор». Благодаря ему, брещане и гости города могут почувствовать себя настоящими монетчиками, чекая так называемые «боротинки», а также стать обладателем уникального сувенира, созданного по образцу эпохи позднего Возрождения. Кстати, и к новогодним праздникам для жителей города Игорь подготовил еще один сюрприз. В преддверии Нового года «Брестский монетный двор» тоже реагирует на все события, как вы знаете, оперативно. И поэтому мы изготовили вот такой магнитик, с такой, назовем рождественской звезда, такой снеговичок с молоточком, который вы видите, вот «Брестский монетный двор» дарит всем жителям Бреста хорошее настроение. Но я желаю, чтобы в будущем году золотые запасы вашего душевного богосостояния только пополнялись. Будьте щедры на добрые дела, поступки, мыслей, и тогда окружающие обязательно отплатят вам той же монетой. С Новым годом! Пусть коллеги, друзья, любимые, близкие люди радуют вас своим пониманием и поддержкой, надежным плечом, верной рукой. Желаем вам, вашим семьям, родным, праздничного настроения, смеха, радости. Никаких огорчений и тревог. Пусть дела идут в горы, и удачи с вами в ногу. Здоровья, благословения от Господа. Хорошей погоды, чтобы цены не росли. Здоровья, зарплаты побольше, чтобы было. Ну, что еще? И тогда все получится. И тогда все получится. Главное были бы деньги и здоровье. Прежде всего здоровье. И не погладать рук, добиваться. И сидеть спокойно на диване. Все придет. События, годы, люди. Это вехи нашей истории. В них корни любой страны, в них животворный родник обновления, родник добрых дел. Я могу предположить, что накануне Нового года мечты каждого человека в современном мире связаны с материальным достатком и благополучием, особенно во времена нестабильности экономических трудностей. Но все-таки каждый из нас понимает, что жизнь идет своим чередом и что самым главным являются другие ценности. Здоровье, образование, наше будущее, наши дети, которым жить после нас, которым растить своих детей, продолжать строить нашу синюокую белую Русь. О молодежи и молодых, об их успехах, об их чаяниях Анастасия Ноздрин-Плотницкая подготовила очень хороший сюжет. Смотрите. Молодежь – двигатель прогресса. Именно от молодых людей сегодня зависит, как будет развиваться белорусское государство, каких высот на производственном и экономическом рынках оно достигнет в ближайшем будущем. Представители областной и городской вертикали понимают, какая ответственность стоит за всем этим действом, поэтому активно совершенствуют и модернизируют учебный процесс, внедряют новые курсы и учебные дисциплины, проводят конференции и круглые столы. Важно отметить, что предприятия и производственные структуры города и региона поддерживают многие образовательные инициативы, которые предлагают не только учреждения образования, но и сами организации. Например, новая форма повышения финансовой грамотности среди школьников. Эту инициативу опробовали в 2013 году на базе Главного управления Национального банка Побресской области. А потому на протяжении всего учебного года учащиеся около 40 берестейских школ имели уникальную возможность получать знания о структуре финансовых операций в ходе данного маршрута. Это была идея нашего руководителя, Пацовского Ивана Ивановича, начальника Главного управления, создать у нас, разработать такой маршрут финансовой грамотности. Как бы вот наша лестница, да, вот так, по ступенечкам детей подводить к тому, вот зачем вообще быть финансово грамотным. И мы именно выбрали себе детей старших классов, потому что мы надеялись подготовить немножечко их к взрослой жизни, потому что они будущие потребители финансовых услуг. Но и учитывая, что везде сегодня в банковском розничном бизнесе очень много различных технологий, и взрослые поколения иногда плохо в них разбираются, а дети очень легко и просто. Они сегодня с телефонами сотовыми уже рождаются, можно сказать. Поэтому мы надеялись, что мы немного будем обучать детей, а они в свою очередь будут обучать своих родителей. Это было и интересно, познавательно, конечно же полезно, но и футбол был очень весело, было очень все вместе отвечать и полезно также. Каждый человек должен быть финансово грамотным, и это наше будущее, и поэтому молодежи, если ты хочешь быть современным, ты должен быть финансово грамотным. Совершенствование образовательного процесса – один из вопросов, который довольно остро стоит в Брестском регионе. Руководство области создает все условия для того, чтобы знания, которые получают ребята в учебных заведениях, были качественными, чтобы занятия проходили интересно и познавательно. Для обмена опытом проводятся семинары и педсоветы, один из которых прошел накануне начала учебного года в городе Жабенко. Вместе с руководителем области оценить оснащение Жабенковской школы приехали вице-премьер Республики Беларусь Анатолий Тозик и Сергей Москевич, министр образования Республики Беларусь. Высокие гости по достоинству оценили техническое оснащение учебного заведения, на совершенствование которого из местного бюджета было выделено порядка миллиарда белорусских рублей. Все же когда-то начинается первый раз, поэтому я бы не стал подавать это как проблему. Мы начали это реализовывать так, и будем целенаправленно, системно это делать, с учетом наших возможностей, республиканского бюджета, местных бюджетов. Мы приняли, я считаю, что очень хорошее постановление правительства, позволяющее сегодня организациям образования зарабатывать деньги и использовать их для тех целей, для которых считают необходимым коллектив и руководитель. Поэтому я думаю, что время такое, что мы должны вот в том направлении, о котором вы говорите, двигаться максимально динамично. И мы сегодня увидели хорошие примеры. Это уже хорошо, что эти примеры есть. Сегодня все-таки техническое оснащение немножко у нас опережает готовность учителя воспользоваться в полном объеме этим. Поэтому сегодня больше мы видим необходимость работать над повышением мотивации и квалификации профессионализма учителя, чем техническое оснащение. Немаловажное значение имеет мотивация, с которой молодой человек приходит учиться. Она зависит не только от того, как оборудовано учебное заведение, какие педагоги здесь работают. Особую роль здесь играет желание получить необходимые знания и необходимые профессии. Для этого учебное заведение проводит встречи со своими известными выпускниками, а также приглашают для открытых диалогов представителей различных мировых организаций. В Брестском государственном университете такая форма работы уже давно практикуется. В этом году в стены родного вуза заглянули настоящие спортсмены, знаменитые студенты и выпускники. Юлия Нестеренко, Дмитрий Плотницкий, Екатерина Герасименко. Они с радостью ответили на вопросы студентов, поделились опытом и знаниями. Во-первых, это популяризация идет. Во-вторых, люди, скажем так, кто-то где-то чего-то не знает, узнают новую информацию. Каждый, он где-то слышал, а здесь ты можешь, то есть, в очи увидеть этого человека, он тебе лично может все это рассказать, узнать, спросить совет тоже. Все эти банальные, простые вещи, которые вроде бы все знают, но это на самом деле просто, их надо называть делать. Ты это делаешь, все узнают, все происходит, и дальше каждый для себя решает. Если есть желание, есть силы, то это возможно. Возможно для всех абсолютно, потому что на самом деле телосложение – это не главное. Главное, чтобы было наполнение духовное, физическое, то есть главное – стремление. Если есть стремление, то все по плечу. Стимулирование молодежной инициативы – одно из ведущих направлений белорусской политики. Свежий взгляд плюс новаторские идеи рождают гениальные научные открытия, которые способствуют активному развитию всех сфер жизни человека. Проект Белорусского Республиканского союза молодежи «100 идей для Беларуси» направлен на активизацию инновационной деятельности, а также на создание и продвижение конкретных проектов и перспективных научно-технических разработок. Уже второй год подряд эта инициатива собирает креативных и инициативных молодежных лидеров со своими идеями и задумками. Проекты из самых разных сфер жизни человека не могут не удивлять. Авторы идей – креативные школьники, учащиеся среднеспециальных заведений и вузов. К слову, проекты, представленные на экспозиции в 2012 году, вошли в сотню лучших инициатив страны и доказали свою жизнеспособность. На Брестской зональной выставке Республиканского проекта «100 идей для Беларуси» сегодня представлено порядка 30 проектов, которые охватывают практически все сферы жизнедеятельности человека. Это и социальная, экономическая, энергетика, строительство, молодежь школьного возраста, студенты, среднеспециальные учебные заведения, работающие. По сути, все категории проявляют инициативу и отобранные проекты. Когда-то у меня возникла идея, так как я участвую в олимпиадах по программированию и часто работаю за компьютером, у меня начинают уставать глаза. Именно поэтому я решил проработать данный вопрос и изобрести прибор, который будет снижать вредное воздействие компьютерных мониторов. Изначально он планировался именно такой. Однако, изучая вопрос ионизации воздуха, я открыл, что данный прибор позволяет также имитировать эффект прогулок на свежем воздухе. То есть, работая, он создает воздух, такой, как будто в горном лесу. В регионе особое внимание уделяется развитию культуры здорового образа жизни. С целью формирования физической активности студентов в Пинске проходила областная межуниверситетская спартакиада на призы председателя Брестского областного исполнительного комитета. Студенты из двух вузов Бреста, а также Пинска и Барановичей, встретились на Полесской земле, чтобы определить самых сильных и спортивных. В состязаниях приняли участие более сотни юношей и девушек. Такие масштабные соревнования среди студенческой молодежи проводились по инициативе губернатора Константина Сумара, который считает, что подобные соревнования необходимо проводить регулярно и переводить их в разряд универсиады. «Молодежь – это будущее страны, будущее любого общества. И, конечно же, на молодежь всегда надо делать ставку, потому что это беспрогрешный вариант. Это те люди, которые придут завтра в регион руководителями, в областной уровень тоже самое, придут в учебные заведения, медицинские учреждения, в школы, работниками культуры, и они начнут новую свою, например, уже проводить линию на базе той, на базе той базы, которую мы создаем. И то, что мы оставляем, они потом достойно это будут применять». «Занимаюсь плаванием уже давно и состою в команде национальной. Ну и вот занимаюсь». «То есть такие соревнования для тебя своеобразные этапы? К тренировочным?» «Да. Ну, несложно вообще было тут видеть». Молодежь Брестского региона умеет не только хорошо учиться и заниматься спортом. Летом многие молодые люди собирают чемоданы и отправляются навстречу приключениям и попутному ветру в студенческие отряды. Этим летом в регионе работали строительные, сервисные, педагогические, сельскохозяйственные и экологические отряды. Молодые люди трудились на передовых объектах не только области, но и республики, и даже за океаном. Многим студенческие отряды помогли раскрыть лидерские качества, найти новых друзей, дали возможность заработать в летнее время и приобрести профессиональные навыки и опыт. «Привлекают возможность платникам заработать денег, а бюджетникам попасть на свои хорошие места, то есть заработать какую-то репутацию начальников, прорабов, мастеров, что в дальнейшем способствует распределению». «Лагерь мне очень нравится. Здесь очень слаженная команда, воспитатели работают, все сообща, каждый день посвящен какой-то определенной тематике, и мы все время в работе, все время что-то делаем, дети помогают, детям интересно, весело, все ведут себя активно». Весь 2013 год молодежь Брестского региона активно училась и работала, подкрепляла свои знания новыми навыками и умениями. Бывало всякое, взлеты и падения, удачи и разочарования. Однако молодые люди Брещины всегда смотрят вперед, постепенно и уверенно идут к новым целям, решают важные политические задачи. Несмотря на то, что на улице не трещит мороз, а под ногами не скрипит белый снег, атмосфера праздника чувствуется буквально во всем. Пусть новый 2014 год будет наполнен радостью и смехом. Пусть каждый прожитый день будет счастливым, а ваши близкие будут радовать вас только своим позитивом и оптимизмом. С праздником! Когда-то в детстве они писали письма Деду Морозу, рассказывая о том, что хорошо себя вели и просили подарки. Сегодня те дети выросли, вершат в великие дела. Но ведь они по-прежнему верят чудеса, правда? И наверняка Дедушка Мороз не забыл о них и в эту ночь он незаметно зайдет в их дома. Они хорошо себя вели в этом году, старательно работали, прилежно учились новому и любили близких людей. И сегодня Дед Мороз обязательно принесет каждому из них по мешку счастья и удачи для Нового года. Счастья, здоровья, мирного неба, чтобы все было хорошо. Хочется пожелать, конечно, здоровья, счастья, благополучия семейного, чтобы дети были все здоровы, конечно. Ну и всего самого хорошего, любви, счастья, удачи. Чтобы все плохое осталось в прошлом году и жизнь лучше была, становилась как бы. Цена и так неплохая. Счастья, здоровья в Новом году, улыбаться побольше. Ну и да, быть оптимистами. Чтобы все мечты сбывались. Брещина – кузница талантов, певцов и музыкантов, художников и спортсменов, хореографов и чудо-рукодельниц. Богатая и насыщена культурная жизнь региона, фестивали республиканского и международного уровня, выставки, презентации, концерты и спектакли. Сколь много известных личностей в Беларуси за ее пределами выходцы из края Берестейского. Наш корреспондент Кристина Куперикова подведет итог года культурного. Год 2013-й Брещанам подарил целый букет красочных событий и запомнился многочисленными, яркими и незабываемыми культурными мероприятиями. Одно из них – международный фестиваль классической музыки «Январские музыкальные вечера». С момента появления данного события прошло чуть больше четверти века. За годы существования творческий фестиваль обрел международные признания и авторитет. Целые созвездия ярких и талантливых исполнителей радуют слушателей виртуозным мастерством и открывают Брещанам новые имена. Брест. Здесь какая-то такая своеобразная атмосфера. Люди ждут, я думаю, год этого события. И вот это ожидание, оно передается. Очень такое интересное такое электричество существует в зале, которое нас заряжает и делает это событием. Порой элементом истории становятся человеческие отношения. Впервые в 2013 году в нашем городе был проведен целый цикл мероприятий поводом для которых стала трепетная история двух влюбленных музыканта Ежи Гаврилюка и его жены Веры. Свои любимые маэстро из каждой творческой командировки высылал по открытке. Эта история повлекла за собой создание уникальной экспозиции под названием «Твой Ежи». В рамках выставки была проведена и неделя польского кино. Кинопоказ познакомил Брещан с национальной спецификой польской культуры и расширил представление о формах и жанрах польского кино. Кроме того, в кинотеатре нашего города зрители смогли насладиться душесчипательными, сентиментальными индийскими мелодрамами в рамках уже индийской недели. Для тех, кто неравнодушен к театру, фестиваль «Белая Вежа» – значимые и запоминающиеся события уходящего года. Репертуар театрального форума оправдал все ожидания зрителей. На сценические подмостки города вышли драматические, кукольные, площадные и пластические театры из 14 стран мира. На суд искушенной публики свои лучшие творения представили режиссеры и актеры из Польши, Израиля, Литвы, Азербайджана, Армении, Японии, Греции и других стран. Многие поклонники театра получили истинное наслаждение от такого яркого события. Брест – город, в котором живут талантливые и творческие люди. Они создают летопись своими книгами, картинами, проектами. 2013 год уже вошел в историю когот, насыщенный встречами с творческими людьми, подарившими брещанами гостям города над богом целое буйство красок на полотнах и целые тома бесценных строк. Многие события происходили в музеях, многие в библиотеках. Немало интересного было впервые, представлено в галереях областного центра. Наша гордость – мемориальный комплекс «Брестская крепость героев». Проект «Брест-2019», главной целью которого является разработка и реализация эффективных мер по сохранению и развитию крепости и прилегающих к ней территорий, стартовал в городе над богом чуть более года назад. За это время его участниками была проведена большая подготовительная и исследовательская работа. Результаты были представлены в ноябре на расширенной рабочей встрече участников проекта. Все полученные данные были скомпонованы и вынесены на суд общественности в виде историко-географического атласа, который является визуальным отображением наследия «Брестской крепости». Наш тезис был очень простой, что да, у этого города есть огромный ресурс, и этот ресурс может позволить этому городу к 2019 году занять лидирующие позиции и стать международным культурно-историческим центром. Финальными культурными событиями, которым отмечен 2013 год, стали новогодние акции. Одна из них – наши дети. Ведь именно дети под Новый год ждут чуда и верят в сказку. Как правило, удивить мальчишек и девчонок несложно. Их мечты достаточно просты, особенно если эти детки в чем-то нуждаются – во внимании родителей или в здоровье. В рамках акции проведено огромное количество утренников, насыщенных волшебством и праздничным трепетом. У детей появились не только новогодние подарки, но и надежда на то, что в их жизни обязательно все наладится. Мне всегда, когда Новый год, мне всегда присутствует ощущение волшебства, радости. Хоть ты же взрослый, становишься все равно, ты как ребенок, это ночь, это ночь волшебства. Новый год – это очень счастливый праздник, потому что все дети ему очень рады, все. Дедушка Мороз приходит со снегурочкой, очень даже приятно. Все любят Новый год. Пусть старый год заберет все ваши обиды и разочарования, а Новый 2014 подарит незабываемые эмоции и впечатления. И пусть в вашей жизни будет как можно больше культурных событий, о которых вам захочется вспоминать еще и еще. С Новым годом! Дорогие берестейцы, друзья, хочу еще пожелать, чтобы Новый год стал для вас незабываемым. Пусть все события, которые произойдут, запомнятся только хорошим. Пусть люди, которых вы встретите на своем пути, станут для вас надежными друзьями. Пусть все дела, которые вы совершите в Новом году, принесут много радости и удовольствия. Пусть на тройке белых лошадей в ваш дом ворвется добро и счастье, любовь и удача, здоровье и успех. Встречайте их с радостью и прекрасным настроением. И пусть все будет только хорошо в наступающем году. С Новым счастливым 2014 годом! Дорогие жители Берещины! Совсем скоро уйдет в историю 2013 год. В жизни каждого из нас он оставил свой след, придал нам мудрости и опыта, порадовал событиями и делами на благо родных, земляков и нашей Берещины. Как и для всей страны, уходящий год стал для нас прежде всего годом модернизации. По многому благодаря этой работе мы укрепили ведущие направления развития региона и прежде всего ключевой для нас агропромышленный сектор. Как и результат, второй год подряд Берещина стала лучшей в сельском хозяйстве и закрепила лидерство по экспорту продовольствия. С поддержкой президента страны Александра Григорьевича Лукашенко мы завершаем важнейшие проекты в энергетике и дорожном строительстве. Так новый энергоблок Березовской электростанции даст нам возможность производить электроэнергию с эффективностью, сопоставимой с мировыми лидерами. А благодаря первой очереди западного обхода города Бреста мы ощутимо сняли транспортную нагрузку в областном центре и сделали город еще более привлекательным для инвесторов. Мы по-прежнему не оставляем без внимания социальную сферу. Детскими садами пополнились города Баранович и Иваново. Три новоселья на объектах образования и спорта отметили жителей нашего Полесского края. Завершен еще один этап обновления визитной карточки областного центра железнодорожного вокзала. В выходящем году мы продолжили укрепление нашей медицины и вышли на массовое проведение сложных операций, которые ранее проводились только в столице. И особенно важно, что Бреста в очередной раз подтвердила курс на влучшение демографии и единственное среди областей встречает Новый год естественным проростом населения. Это дорогое достижение, и нам по праву можно им гордиться. И сегодня я от души благодарю всех вас, дорогие жители Брещины, за ваш вклад в общее дело, усердие в работе и учебе, воспитание детей, понимание и терпение, доверие к органам власти и неравнодушие к развитию своей малой родины и страны. Хочу сказать спасибо и за хороший задел на будущее. Уверен, что все намеченное мы обязательно реализуем в наступающем году, который станет продолжением поступательной модернизации экономики. И пусть порой будет нелегко, как всегда будут и сложности, но мы не раз убеждались, что если работать с полной отдачей на развитие и результат, то все обязательно получится. У нас для этого есть главное стабильность и согласие в обществе, а значит и хорошая перспектива. Уважаемые земляки, наступающий 2014 год будет наполнен важными событиями. Это выборы местной Советы депутатов, 70-летие освобождения Беларуси и юбилей области. И я уверен, что жители Брестчины, как всегда подойдут к этим знаменательным датам, ответственно и достойно, с инициативой и конкретными делами. От души желаю всем нам крепкого здоровья, терпения и самопонимания. Пусть Новый год войдет в наши дома и семьи с надеждой и добром, принесет исполнение желаний, напомнить радость и общение с дорогими и близкими людьми. С Новым годом!